Ну и теперь о делах британских. 22 января МИД Британии, его глава Элизабет Траст выступили с целым рядом заявлений. Ну они каждый день у них там что-то. Вот просто у нас, еще раз, это заявление британской внешнеполитической службы. У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера. У нас есть информация, опять же это МИД Британии, о том, что российские спецслужбы поддерживают связи с многими бывшими украинскими политиками. Ну были еще заявления британского министерства иностранных дел, каких-либо свидетельств, доказательств об основании своих. Как выяснилось, голословных обвинений и пропагандистских фейков Форин офис так и не привел. Они никогда не приводят, они просто делают заявление и идут дальше. Просто используется такое вводное слово. У нас есть информация. Ну и любимая highly likely. Вот эти фейки, в общем-то они продержались пару часов. Но свою лепту в нагнетание антироссийской истерики, конечно, не внесли. Мы это все дозавуировали, все это есть на сайте. Но хотелось бы немножко, так сказать, более пристально посмотреть вообще на все, что творится под покровом британского Форин офис на этом направлении. И хотелось бы привлечь внимание к тактике поведения наших коллег с туманного альбиона в ситуациях, когда их ловят за руку. Мы же не просто, когда видим их или фейки, или их неправомочные действия, или даже действия, которые можно назвать преступными. Мы же не просто об этом говорим. И не просто говорим, у нас есть информация. Мы ее предоставляем, предъявляем общественности подлинные документы, которые доказывают ведение Форин офисом британским правительствам, посольствам Британии и прочими официальными структурами враждебной деятельности в отношении и нашей страны, и по отношению к другим государствам. Так вот, в течение всего 21-го прошлого года, начиная с февраля, из Лондона идет мощнейший поток утечек. По сравнению с ним нашумевшая история Integrity Initiative 2018 года кажется просто детской разминкой. Напомню историю вопроса. Хакерская группировка Anonymous обнародовала внутренние документы проекта, который был запущен в 2015 году Британским институтом государственного управления. Она, подчеркну, государственного управления, институт государственного управления. Он представляет собой комплекс мер по борьбе с так называемой российской пропагандой и некой гибридной войной, которую якобы Россия ведет или развязала. Что же это такое, если присмотреться? Наши британские партнеры на государственном уровне формировали кластеры лидеров общественного мнения, которые должны поддерживать антироссийский тон, фон, настроенность, в том числе и в социальных сетях. Все это, естественно, за деньги. Все работа велась через тайные контакты в посольствах Британии. Речь шла о создании глобальной сети информационного влияния, политического вмешательства в тела других государств. Сообщалось, что ячейки интегра Теништев уже успешно функционируют в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерланда, Греции и ряде других европейских государств. Тогда, напомню, заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Данкан в ответ на парламентский запрос был вынужден признать, что его контора с 2017 года выделила на деятельность упомянутого института и проект Интегритив и Нишитив свыше 2 миллионов фунтов стерлингов в виде грантов, конечно же. При этом внешнеполитическое ведомство Британии заявило, что, цитирую, «не собираются проявлять транспарентность и предоставлять России и другим заинтересованным сторонам официальную информацию о проекте». Ну, конечно, зачем же? Это их же вмешательство. Когда это их вмешательство, они имеют право на все. А это когда других стран вмешательство, причем недоказанное, это другое. Мы это все знаем очень хорошо. Мало того, был проведен еще один смешной аргумент. Эти сведения якобы могут быть использованы для подрыва эффективности программы. То есть не мешайте нам творить незаконные дела, потому что это может снизить эффективность от незаконности. Ну, классика. Что же изменилось и изменилось ли что-то с 2018 года? Судя по всему, МИД Британии с тех пор просто кратно нарастил тайное финансирование подобных программ. И больше не комментирует всплывающие подтверждения их существования в принципе. Ну, чтобы сохранить эффективность от реализации этих проектов. Видимо, нашли способ и прекратить запросы собственных парламентариев, общественности. Ну, не допускать их. Ну, теперь хотелось бы кратко перечислить на сайте Министерства иностранных дел, все это будет со ссылками, то, что Лондон из всех сил старается не пропустить в западную прессу. И не дай бог, конечно, верноподанные британские налогоплательщики узнают, на что тратятся их фунты, если от этого какой-то толк. В феврале 2021 года все та же группировка «Анонимус» опубликовала архив документов МИД Британии о новом проекте «Undermining Russia» – «Ослабление влияния России». Ну, я так, знаете, еще интеллигентно перевела, можно по-разному это перевести. Ну, вот такой, знаете, художественный литературный перевод. Название говорит, конечно, само за себя, несмотря, опять же, на то, как его можно преподносить. Смысл один – подрывная работа в России. Ну что, собственно говоря, маски они сбросили, и их фейсы все увидели. Наверное, впервые за столетие мы увидели, что же за этими масками. Вот так отчетливо и явно. Код назад мы подробно комментировали данную новость, призвали коллег как-то ответить. Но ответа не последовало, при этом остались без реакции многочисленные запросы средств массовой информации. Фольн-офис, видимо, просто втихую продолжает финансирование формально независимых русскоязычных информационных изданий в нашей стране, но и не только в нашей стране, и в постсоветских государствах в том числе. И работает над формированием, опять же, тайной сети влиятельных блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей, как они говорят, для создания условий по смене режима в России и подрыва российского влияния в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Не мои тут фантазии, это так в документах говорится. В этой деятельности, как свидетельствуют обнародованные мегабайты, оказалось замешан целый ряд авторитетных и медиаструктур, то есть традиционных средств массовой информации с лондонской пропиской. Это и BBC Media Action, и Thomson Reuters Foundation. Когда первый раз об этом говорили, о BBC очень возмущались, что мы не подчеркнули, что это другое BBC. Это вот не то новостное BBC, а это вот как бы медиа BBC. Но то, что это всё BBC, они как-то предпочитают не афишировать, что это какая-то одна корпорация. То есть они, видимо, сами понимают, что есть какая-то более-менее приличная у них часть сотрудников АЭС, те, которые занимаются просто вот такой неприглядной деятельностью. Ну нет, ребят, ну как бы уже пора называть вещи своими именами. Хотя это и подразделение корпорации BBC, но всё же это корпорации BBC. Почему мы их упоминаем? Наверное, в связи с тем, что глава британского МИД, госпожа Лиз Террас, Элизабет Террас, на днях не стала исключать возможности введения санкций против российских СМИ. Она и по российским гражданам высказалась, и по российскому бизнесу. Было много вопросов, я ещё отвечу на этот счёт. Но если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать. Нас научили отвечать. Мы никогда этого не делали раньше. Мы создавали все условия для работы здесь иностранных корреспондентов. Мы проявляли кооперабельность, открытость и абсолютное следование духу и букве закона. В том числе всех наших международных обязательств. Но мы научились отвечать, потому что всему есть предел. Поэтому, если это случится, и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там. У нас будут все основания для адресной ответной реакции.